Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире передача «Просто о вере» и я, ведущий священник Максим Портнов. Успенский пост уже идет, и хотелось бы поговорить о его значении, истории и смыслах. В этом нам поможет наш постоянный гость, священник, отец Назарий Курбанов. Отец Назарий, здравствуйте! Отец Максим, здравствуйте! Давно мы с вами не виделись, но постоянно здесь встречаемся. Отец Назарий, Успенский пост – один из таких более коротких постов. Всего в году у нас четыре больших поста. А почему церковь так вот все установила, чтобы именно в конце августа, перед праздником Успения Престой Богородицы, был вот этот период подготовительный в виде поста? Ну, начнем с того, что все-таки к встрече больших церковных праздников, как, например, Рождество, Пасха, христианин старается духовно себя подготовить, чтобы во всей полноте воспринять ту радость, которую человек переживает во время церковных праздников. Ну, а если говорить более конкретно, то если мы посмотрим на историю, то раньше вообще было так, что на каждый сезон года был свой пост. То есть пост там зима, весна, лето, осень. И вот как раз Успенский пост, он хоть и празднуется в середину августа до конца, августа не празднуется, соблюдается, но он считался вот таким осенним постом. И если посмотреть вот именно на историю, то сам, собственно говоря, Успенский пост, исходя из праздника, из названия поста, относится к празднику Успения, то есть подготовка к встрече праздника Успения Престой Богородицы. Если мы посмотрим на Священное Писание, то там упоминания об Успении Престой Богородицы мы не найдем. То есть это то, что церковь, те знания, которые церковь почерпнула из предания церковного, древнейшие предания относятся, если я не ошибаюсь, где-то к 4 веку, вот так, 4-5 век, где упоминаются как раз-таки Успения Престой Богородицы. И, собственно говоря, вот история вот этого поста, она уходит корнями именно вот в то время, вот этот вот осенний пост, и далее уже потом, ближе к 11 веку, на Константинопольском соборе уже окончательно утвердился вот тот состав поста, который он есть сейчас. То есть двухнедельный, 14 дней перед праздником Успения Престой Богородицы. Вот если вкратце об истории, не углубляться в какие-то серьезные подробности, это вот так. Если вкратце о смысле поста, то здесь, конечно же, именно почему пост установлен перед праздниками, максимально духовно подготовить себя для встречи этих праздников, для встречи с Богом и для того, чтобы прикоснуться к Святому Духу, к благодати Христовой. Спасибо. А вот вы сказали просто для зрителей, чтобы зафиксировать, есть священное писание, и есть священное предание. Просто вот буквально пару слов о священном предании. Ну, священное писание — это тот канон книг, который был принят в Церковь, есть... То есть священное писание — это Библия. Ветхий Завет, Новый Завет, Ветхий Завет — все, что описано до Рождества Христова. Новый Завет — это уже то, что было после Рождества Христова. Предание — это совокупность и священного писания, и трудов святых отцов, то есть святых, которые жили уже после основания Церкви, оставили после себя множество письменных трудов. Это в том числе и богослужебные тексты, которые тоже относятся к священному преданию. Сейчас мы имеем доступ к этому через наши письменные источники. То есть это книги, богослужебные книги, книги святых отцов, богослужебные книги. Раньше, например, предание было устным. То есть был период, когда еще Евангелие действительно было написано в сердцах и передавалось из уст в уста проповеди апостолов. Это потом, они уже его записали, и на Святом Соборе Вселенском уже был принят канон вот этих новозаветных книг. Поэтому священное предание, оно более глобально. То есть оно включает в себя всю совокупность наших знаний и трудов, которые накопила Церковь за все время своего существования, и в том числе включает в себя священное писание. То есть получается, Церковь — это такой живой организм, который постоянно развивается. Это не вот очень такие границы жесткие, которые никуда не двигаются, никак не меняются. Но вот в процессе, скажем так, с практической точки зрения, Церковь находит новые какие-то формы себя проявить в жизни отдельно взятых людей или общин, и в том числе внутри вот этого священного предания рождаются новые какие-то смыслы, которые потом переходят уже в нашу практику, в том числе и в виде вот Успенского поста, получается, да? Да, даже я бы не то, чтобы назвал это прям новыми смыслами, это скорее раскрытие одного подлинного смысла. То есть для нас главный смысл и вообще истина — это Христос. И просто как человечество со временем развивается, так и богословская мысль, она тоже со временем развивается и просто в более понятном для человека образе раскрывается со временем вот через предание. Поэтому, да, в том числе и через праздник Успения, и через многие другие праздники мы раскрываем вот настоящие смыслы нашего православного богословия, настоящие смыслы спасения собственной души и стремления в Царство Небесное. Так вот, Отец Назарий, так вот для наших зрителей, а в чем тогда получается именно смысл, что Церковь устанавливает одни посты, другие посты или вот конкретно взятый, значит, сейчас именно Успенский пост? Вот какие именно эти смыслы несет глобально в конкретное сердце, может быть, человека именно Успенский пост? Что он должен принести конкретно взятому человеку? Ну, опять же, здесь идет перекликание с праздником Успения. То есть что такое Успение? То есть засыпание, если вот прям дословно перевести. То есть это то, что связано со смертью. То есть Преста Богородицы переходит в вечность, это то, что Церковь отмечает вот в этот день. И Успенский пост, он в некотором смысле, подготавливая нас к этому празднику, в том числе заставляет нас задуматься о жизни вечной, о том, что такое вообще смерть, о том, как человеку к этому относиться, и что вообще человека будет ждать в вечной жизни. Поэтому если вот именно мы говорим о связи поста с праздником, то здесь скорее вот направление мысли может быть такое. Но, Отец Назарий, как-то странно получается в православном таком мире, что мы празднуем смерть Пречистой Богородицы. И почему-то эта Церковь сделала не каким-то трагическим днём, что было бы логично с точки зрения Советничного мира, а почему-то она это отмечает как торжественное событие. И люди, которые только переступают порог храма, начинают какие-то моменты узнавать, особенности церковных мыслей, для них это такой культурный шок. А как вы можете праздновать смерть человека? Или вот даже сюда же можно рассказать о том, что есть такое понятие, как именины. Очень многие люди не знают, что это День Святого, память которого приходится на конкретную дату. Так вот, в большинстве случаев это дата его смерти. За редким исключением прославления или второе какое-то обретение. А в основном все святые, которые у нас есть в святцах, они там записаны именно по датам смерти. Почему у православной церкви такое странное отношение к смерти, которое разительно отличается от того, как мир относится к этой теме? На самом деле, когда мы говорим о празднике Успения Престы Богородицы, даже немножко язык с трудом поворачивается назвать именно смерть Престы Богородицы. Потому что все-таки для нас смерть — это что-то такое страшное, ужасное. Это вот конец, из которого выхода никакого нет. Все, это конец. Человек ушел куда-то в пустоту, исчез, и ничего больше после этого нет, после смерти. Но вот в нашем православном богослужении мы все-таки воспеваем и говорим о том, что Христос победил смерть и даровал жизнь вечную человечеству. И поэтому для нас все-таки это уже не совсем смерть в плане абсолютный конец, тьма непроглядная, печаль, уныние, тоска и вечные страдания. Для нас это все-таки жизнь. То есть для нас смерть является переходом в жизнь вечную. И для человека, который всю жизнь любил Бога, искренне всем сердцем стремился к Нему, то для него это будет долгожданная встреча с тем, к кому он всю жизнь стремился, с кем он всю жизнь старался быть, и кого он любит всем сердцем. Для него это будет действительно радостная встреча. С одной стороны, это трепет, страх, благоговение именно о том, какой ты дашь ответ Богу за свои поступки, за свою жизнь. И об этом мы читаем в примере у некоторых подвижников, которые перед смертью действительно плакали. И даже ученики спрашивают, то есть одного святого даже ученики спрашивают, а вот тебе ли плакать? Говорят, я не знаю, есть ли что доброе вообще, смогу ли я что доброе ответить или сказать Богу о своей жизни. Ну это я так не прям дословно, но примерно перевожу. А когда мы говорим о Преставе Богородице, то здесь это выходит на абсолютно другой уровень. То есть здесь это даже не смерть. Мы знаем из преданий, что сам Господь спустился, чтобы принять душу Преставе Богородице. То есть для Божьей Матери это была встреча не только с Богом, которого она любила, которому служила всю свою жизнь, но еще с ее возлюбленным сыном. То есть здесь вот вещи, которые абсолютно непостижимы не то что для человеческого разума, а даже для самих ангелов, что как Господь одновременно Господь и Бог для Преставе Богородице и в то же время ее сын. Поэтому для нее, конечно, понимая, через какие страдания она прошла, через испытания, для нее это, конечно, была радостная встреча со Христом, с Богом, со своим сыном. Поэтому это действительно праздник для нее и праздник для нас, потому что в лице Божьей Матери мы приобрели самую великую ходатайцу перед Богом за весь род человеческий. То есть когда Преста Богородица вознеслась на небо своей душой, когда Господь ее принял, мы приобрели в ее лице великую защитницу всего рода человеческого. Она и пока была жила, и пока ходила на земле, жила своими молитвами, своими добрыми делами, помогала всем тем, кто ее окружал, и апостолам, и всем христианам, то после смерти эта любовь еще в столицу приумножается. То есть святые, все, кто пребывает в Царстве Небесном, когда они переходят туда, вот те добродетели, те добрые качества, которыми они просеяли здесь на земле, они в Царстве Небесном еще больше раскрываются. И та любовь, которую имели святые при жизни к людям здесь на земле, тем более эту любовь они имеют, когда они пребывают в Царстве Небесном и пытаются помогать людям. Поэтому для нас это праздник, что Божья Матерь встретилась со своим сыном, радуется и пребывает в вечной радости в Царстве Небесном, и, конечно же, в ее лице мы приобрели защитницу и заступницу всего рода человеческого. И вот у нас есть социальные сети, дорогие зрители, в которых можно задавать вопросы на эту передачу, и мы будем стараться на них реагировать и отвечать либо вам в личку, либо вот здесь на передаче. И вот, Отец Назарь, в тему того, о чем вы говорили, было множество вопросов. Ну, я думаю, вы и сами постоянно сталкиваетесь с этими вопросами, которые касаются именно смерти и жизни. Так мир устроен, и наше человеческое общество, что пока мы не соприкоснемся с вот этим понятием смерть, человек как-то воспринимает иногда себя как, наверное, даже вечное существо. Бегает, прыгает, куда-то спешит, что-то торопится сделать, а тут родные, близкие приходят к этому моменту. И для человека порой это вызывает шок, полная неподготовленность. И когда человек переступает порог храма, он видит совершенно обратную картину. Иногда даже складывается такой стереотип, что православная церковь говорит только о смерти. Вот всё-таки православная церковь — это о смерти или это о жизни? О жизни, конечно, о чём мы с вами говорили вот до этого. Потому что смерть — это не конец. Господь победил смерть, Господь даровал человеку жизнь. Просто мы говорим о том, что жизнь есть не только это, а жизнь есть ещё в вечности. И вот там начнётся для человека настоящая жизнь, когда человек перейдёт в вечность. Эта жизнь не является лишь подготовкой. Когда мы уже перейдём в вечность и встретимся лицом к лицу самой истины, с Богом, со Христом, вот тогда для человека начинается настоящая жизнь. И, опять же, сравнить вот эту нашу короткую жизнь с жизнью вечной. То есть что такое отрезок и вечность? Вечность даже представить нельзя. Как это? Что это вообще такое? А есть, знаете, очень интересное представление о том, как вот хоть чуть-чуть понять, что это такое. Есть одна восточная мудрость. Значит, она говорит следующую информацию. Вот представьте себе огромную гору, например, Эверест, которая целиком состоит из алмаза, то есть самый твёрдый материал. И раз в тысячу лет на эту гору прилетает калибри, самая маленькая птичка, и точит свой клюв по эту гору. И вот когда она её сточит до основания, в вечности пройдёт одна секунда. Вот такое интересное сравнение. Интересное, да, такое поэтическое сравнение. Ну, на самом деле, да. То есть понять и вместить это как бы в своей голове невозможно. Но факт остаётся фактом. То есть мы лишь напоминаем и говорим о том, что человек, не забывай, что тебе жить не только здесь, но и там потом. Это вот, знаете, как если сравнить, вот особенно в фильмах разных показывают, которые там какой-нибудь апокалипсис, представляют, как оно в будущем будет. Скажи людям, что вот через месяц или сколько-то всё не будет, там, ни системы, ни банков, ничего. Всё, что ты там награбишь, возьмёшь, украдёшь, никто с тебя не спросит. Тут же начнётся хаос. Тут же люди начнут брать кредиты, потому что будут знать, что их отдавать не надо. Тут же начнут грабить, потому что знать, что с тебя никто не спросит. То есть начнётся просто хаос и анархия. Потому что люди будут знать, что никто с тебя ничего не спросит за то, ты сделал, не будет никакой ответственности. И люди будут жить так, как будто бы все, дальше жизни никакой не будет. Вот мы, христиане, постоянно напоминаем человеку о том, что нет, будет ответ. Будет суд, будет ответ за все, что человек сделал. И надеяться на то, что ты встретишь смерть, и все закончится на этом, нет, ничего не закончится. Наоборот, будет жизнь следующая. Но какой это жизнь будет, будет зависеть от себя. Поэтому, конечно же, мы не говорим о смерти в ключе, чтобы там... Сейчас уже меньше все-таки об этом говорят, что как-то запугать. То есть здесь даже когда мы говорим о том, что будет суд, что человеку придется отвечать за свои дела, это не то, чтобы какое-то запугивание, это скорее воззвание просто к разуму человека, что задумайся, что ты делаешь. Понятное дело, если человек верующий, если он верит в загробную жизнь, для него это действенно. Если человек не верующий, но тут, конечно, бесполезно на такие темы с ним говорить, поэтому здесь скорее все-таки наш разговор именно и слово направлено к людям, которые все-таки верят в вечную жизнь. Поэтому вот здесь просто нужно понимать, что здесь мы проживем немножко, а там начнется наша уже настоящая жизнь. И какой она будет, зависит от того, как мы сейчас здесь себя поведем. Ну как же, отец Назария, нам же постоянно говорят, что с того света никто не приходил, нам не рассказал, нам не показал. Вот откуда мы, православные батюшки, вот это все объясняем и рассказываем. Откуда взята вся эта информация? Потому что иногда приходишь на отпевание, у меня был такой случай, не знаю, забавный или трагический его можно назвать, когда ты начинаешь людям рассказывать, вот душа проходит, то-то, то-то, так-то, так-то. А там бабушка одна сидит, да чего ты нам тут, батюшка, лечишь? Вот. Нам там экстрасенсы с телевизора все рассказали и показали, а ты тут что-то, что-то ты не то тут говоришь. Вот все-таки православная церковь, она на что опирается? Все-таки были претенденты, что возвращались и говорили? Или откуда вот это вот все мы знаем? Прецеденты на самом деле есть в предании церковном, и прецедентов множество, и не только в предании церковном, есть просто даже в научном сообществе целые сборники, свидетельств людей, которые переживали там и клиническую смерть. Вопрос, насколько вообще серьезно можно подходить к таким свидетельствам, это уже, пусть люди там, ученые разбираются и так далее. Но факт остается фактом. В истории церкви есть множество свидетельств взаимодействия с миром вечным, начиная от опыта переживания смерти, от опыта вечных мук и наоборот рая. Опять же, в том же, в Священном Писании, когда апостол Павел пишет о человеке, который был восхищен на небеса, но скромно не упомянул, что это был он, хотя толкователь, все говорят, что апостол Павел пишет о себе. Заканчивая, опять же, участием святых в нашей жизни, то есть это как бы вот такое взаимодействие церкви торжествующей, то есть которые уже людей, святые, которые пришли в вечность, они уже воздействуют на нашу жизнь, в том числе и Преста Богородица, здесь вообще свидетельств огромное множество. И опять же, заканчивая, ну, современными свидетельствами просто людей, даже, может быть, далеких от церкви, даже неверующих, которые сталкивались с миром вечности, когда вот переживали ту же клиническую смерть. И это полно. Другой вопрос, как это все воспринимать, эту информацию, насколько она адекватна, насколько она правильна, потому что иногда вещи, о которых там люди говорят, они иногда могут даже противоречить друг другу, именно то, что они видели, то, что они переживали после смерти. Здесь нужно понимать один очень важный момент, что вечность — это другой уровень бытия, это совершенно другой уровень бытия, и во всей полноте понять и осознать, как оно будет там, нам, в нашем сейчас положении, ну, просто невозможно. Это, ну, можно вот сравнить, это то же самое, как там собачке понять, чем живет человек, или там растению понять, чем живет собака. То есть это вот совершенно разный уровень бытия. Поэтому вот тот мир вечный, мир горний, да, царство небесное, вечной муки, тот мир с нами имеет взаимодействие через некие символы, то есть общается, доносит до нас истины, которые нас там ждут через вещи, понятные нам, понятные нашему разуму, потому что мы все-таки пытаемся понять как-то логически многие вещи. Да, опять же, веру мы никуда не деваем, как раз-таки веру в вечную жизнь мы принимаем именно исходя из нашей веры. Но до человека же нужно как-то Богу донести информацию, тот же мир горний должен как-то с нами поддерживать контакт. И вот этот контакт, он поддерживается как раз-таки через те вещи, которые человек может понять. Другое дело, что сам человек пытается это вот настолько все уложить в какие-то логические рамки, что вот есть, значит, ад какое-то особое место, где там на сковородке грешников жарят, что есть, значит, вот где-то рай, где там с крылышками там ангелочки летают, там реки молочные текут, и люди там бегают, радуются, все время ничего не делают. То есть какой-то вот такой примитизации идет сразу в вечности, и это неправильно. То есть нужно понять, что та жизнь, которая будет в вечности, она будет другая, и восприятие мира совсем будет другое. Мы тоже иногда пытаемся рассуждать вот на тему рая и ада, что вот как там будут люди радоваться в царстве небесном, когда их там близкие будут мучиться в аду. Как ты можешь радоваться, когда кто-то там в аду мучается. И много-много разных других вещей, которые в нашей голове не укладываются, опять же, не укладываются в концепцию того, что мы говорим «Господь, Бог есть любовь». Бог есть любовь. Это вообще главная основа христианства. Любовь к Богу, любовь к людям. Все это разбивается о том, что мир вечный, он другой. Во всей полноте понять мы его не можем, но настолько, насколько нам это доступно, настолько, насколько нам это полезно, Господь нам это открывает. Как раз таки вот через предание церкви, о котором мы с вами говорили, и в том числе через личный опыт, через примеры в жизни, которые мы имеем. Но проблема в том, что человек пытается это все вот как-то в какие-то свои логические рамки упаковать и представить, что мир вот такой. Нет. И церковь не претендует на вот такое представление, в какие-то рамки она пытается вечность уложить, да, что вот он будет именно таким. Но, опять же, есть некие основные базовые моменты, которых мы отворачиваться не можем, да, то есть будет либо вечная радость, либо вечная мука, ад или рай, да, будет вечный суд, будет для человека все открыто, то есть у человека в душе будет полнота знания, то есть понимания, то есть того, что вообще она сделала в своей жизни, что вот он Господь Бог. Мы это в том числе видим из притчи о богаче и Лазаре. То есть вот некие направления нам даны церковью, и наша задача все-таки прислушаться голосу церкви, голосу Божьему через священное писание и не забывать о том, что наша жизнь будет подлинная, настоящая там, уже в вечность. Но получается, вот вы об этом сказали, отец Назарий, что человек уже здесь и сейчас себя готовит к загробной жизни. Вот у нас был замечательный батюшка, отец Дмитрий Смирнов, он много лет назад умер, у него есть знаменитая проповедь, значит, сейчас с Ютубом там проблемы, но можно в других каких-то местах посмотреть его проповедь, она называется сынок, кто уже в аду. Вот может даже отец, вы помните это? Вот он там очень интересно как раз рассказывает, что человек уже живя здесь на земле, он может достигнуть либо рая, либо ада. Он очень интересные примеры там приводит, что человек, его настолько все раздражает, и собственное отражение в зеркале, и соседи, и друзья, и дети, и внуки. И там даже такая фраза у него есть, и даже соловьи, которые на улице поют, тебе спать мешают. Сынок, ты уже в аду. То есть получается, что все-таки мы можем познать рай и скатиться до ада уже сейчас? Да, все верно. Действительно так и происходит, только это лишь начало. То есть здесь нужно понимать, что человек познает либо муки, либо радость во Христе здесь уже на земле, нужно понимать, что это только начало. И если человек страдает сейчас здесь вот этими адскими муками собственных страстей, грехов, которые он совершает, то перейдя в вечность, они умножатся старицей. То есть это невозможно даже представить, насколько это все будет терзать человека в вечность. В вечное похмелье? В некой степени да. Это действительно... Есть такое мнение, что вот те страсти, которые человек не смог здесь победить на земле, они будут терзать человека там, но только тело не будет, чтобы удовлетворить эти страсти, и человек будет просто вот страдать разрываемыми вот этими зависимостями и проблемами, которые он не смог побороть внутри себя. И наоборот, человек, который имел общение с Богом, имел вот эту божественную радость, то после смерти этот человек встречается с Богом, и эта радость старица умножается, и эту радость никто у человека отнять уже никогда не сможет. Вот. Действительно, это действительно так. То есть царство небесное и ад уже начинаются для человека здесь на земле. И нужно быть просто иногда честным перед собой и признаться себе, что да, в каком состоянии я живу, да, в каком состоянии я нахожусь. Если это состояние ада, состояние мук и страданий, нужно задуматься, может быть, что-то нужно с этим делать, это же неправильно, так не должно быть. И вот для этого как раз и есть православная церковь. Конечно, конечно, которая указывает нам, помогает найти вот этот путь ко спасению, путь к радости. Это действительно путь радости. Поэтому, когда мы говорим о смерти, о памяти смертной, да, там, помни час смертный, вовек не согрешишь. То есть это, ну, не для того, чтобы запугать человека, а наоборот, для того, чтобы человека вывести на нужный путь, путь ко Христу, и чтобы человек смог вот побороть вот этот страх уныния, в том числе, может быть, и страх смерти в связи с теми проблемами, которые в мире сейчас происходят. Некоторые люди прям с ума сходят на почве вот всех новостей, которые они читают, там, в мессенджерах где-то или в интернете. Поэтому вот эта надежда на Христа, надежда на Царство Небесное, она действительно немножко так отрезвляет человека и помогает ему найти ориентир в этой жизни. Спасибо большое, отец Назарий, за замечательный разговор, дорогие зрители. Надеюсь, вы, посмотрев эту передачу, также познаете радость уже здесь, на земле, и, переступив порог храма, сможете во всей полноте ее принять и начать менять свою жизнь. В чем нам всем Бог и помоги. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова